Наконец-то я добрался до острова пробуждения. Меня зовут Розе, играю в игры, делаю обзоры. Всем привет! Это будет регламент по острову пробуждения. Не могу гайдом назвать. Каждого кластера по-разному, я уверен, то будет. Я покажу, расскажу, кого лучше фармить и где вы будете выживать на этом острове. Остров пробуждения. Даст вам подкачаться или подфармить ордена славы, кристаллы, очки пробуждения. На острове есть мобы и РБ, рейдбосс, с которых можно заполучить предмет. Падают итемы. Вам нужно всего лишь нанести один урон для получения данного итема. В целом у меня получается около 70 тысяч ордена славы, 30к кристаллов и 900 очков пробуждения за один остров. Мероприятие длится 30 минут. Каждый понедельник и пятницу можете принять участие. 21.00. Мероприятие закроется 21.30. И вот за это время можно подфармить итемы. Я сейчас расскажу как. Видите на экране карту данного инстанта. Перед началом события закупитесь баночками. Обязательно. Как красными, так и желтыми. Потому что на данном мероприятии доступно пвп и оно мессерверное. Но при смерти от игрока процент не теряется. Не относится к монстрам и РБ. Игроки 55 левела и выше борются за РБ в данном подземелье. С РБ выпадают очень много лута. Но так как ты соло игрок, нам нужны лишь ордена славы. Также с РБ выпадают души котика. Есть шанс подобрать. Так как дроп именно душ с РБ, он не привязан по урону. Но не рекомендую вам встревать в поток людей. Ибо вы будете убиты. Моя методика заключается в следующем. Вы берете лук или посох. Отключаете массовые скиллы, если имеются. И наносите РБ 1 урон. И отходите от него. За нанесение урона вы получаете награду. 1 РБ 1 сундук. Разные РБ разные сундуки. Я расскажу какие РБ лучше фармить. Но, предупреждаю, ваша задача это дать урон по РБ и отойти, если хотите жить. Видите карту? Видите цвета? Зеленый, мой любимый. Также синий и желтый. Если что, это не имеет отношения к реальной жизни. Мы сейчас говорим за игру. Зеленая зона это РБ, которая появляется при старте мероприятия. Желтые и синие зоны это РБ, которые появляются в 10 минут и в 20 минут. Также видите зоны красные и зеленые. Красные зоны говорят о том, что вы выживете в них, ну, процентов 30. А вот чем зеленей зона, тем шанс возрастает до 80% примерно. Открывается подземелье. Первая волна в 21.00 появляются все РБ, кроме желтых и синих зон. А потом через 5 минут снова появляются РБ. Потом в 10 минут синяя зона. Нижний РБ королева муравьев и верхний РБ суцептор ядра. Затем четвертая волна 21.15 в зеленой зоне. Пятая волна появляется 21.20. Это чудовищный дракон и орфен. Завершающая волна, шестая волна 21.25. Это зеленая зона. 21.30 мероприятие закрывается. Вы улетаете на свой сервер. Выбирать качаться там или фармить сундуки. Что я сейчас расскажу как. Кстати, что дается кана монаха? Кто в курсе, ни разу не пробовал фармить его. Начнем сначала. Вход в подземелье 21.00 запускает первую волну РБ и открывает его. Лучше всего фармить РБ в этом месте. Там по кругу стоят 5 РБ. Очень сильных РБ, сразу говорю. Не один раз умирал там. Даете РБ один удар и отходите. Вы увидите, что толпа бегает по кругу. Это будет топ сайт сервера. Не мешайтесь им под ногами. Когда эти 5 РБ умрут, делайте рандом ТП. Добивайте РБ, но следите за временем. Предупреждаю. Под ногами не мешайтесь у других. 21.05. Появляется вторая волна РБ. Летим снова туда. Делаем, как сказано ранее. Вот третья волна РБ появляется Королева Муравьев и Суцептор. Это 21.10. Очень интересный вопрос. У РБ есть стадии или части тела. РБ это как у Орфина. Стадия предсмертная. Она всем кидает рут. У Королевы Муравьев часть крылья, а у Суцептора Ядра части тулоба, рука, голова. То вам нужно ударить самого РБ. Это важно для получения сундучка. Убивают сначала Королеву. Ну, у людей такой буст сейчас, что могут убить одновременно Королеву и Ядро. Они появляются одновременно. Из-за этого и получается так. Дальше четвертая волна РБ появляется в зеленой зоне. Это 21.15. Делаем так же, как и в первой и второй волне. Но очень важно. Антаги. Разные. Непонимающие. Пытаются в соло забрать РБ. И умирают от них или убегают. Есть такое понятие, как ты виделся босс. Говорят, это значит, что босс скидывает таргет. Уходит в свою зону, где появляется. Ну, вы должны меня понимать. Пока он не отэвейдится. То есть, не дойдет до места Респа. Он неуязвим. И скидывается счетчик урона. Но ХП, которое было, оно забирается у РБ. Не восстанавливается. То есть, при отэвейде РБ. Ваш урон, что вы один раз дали. Не считается. Хоть по факту РБ вы ХП сняли. То при смерти РБ вы не получите награду. Вот если РБ отэвейдится. То получается, вы дали ему урон. РБ отэвейдится. И получается, если вы еще раз не нанесете урон. То при смерти РБ вам не дадут награду. Очень сложно понимать. Но вы поймете. Так, дальше. Пятая волна. С желтой зоной. Появляется чудовищный дракон и орфен. Это 21-20. Так же делаем, как и с третьей волной. С синими зонами. И завершающая волна. Шестая волна. Затем только выход из подземелья. Не могу назвать это гайдом. Потому как на каждом кластере, по-своему, я уверен на 100%. Фарм зависит от активной войны. Или сервера, захваченные одним сайдом на кластере. Мир. Но новичкам без сейва это будет в любом случае ад. Это подземелье. То предупреждаю. В целом рассказал и показал, как оно происходит. Если тебе была полезна информация, лайк обязателен, чтобы у меня была мотивация делать такие видео еще. До новых встреч.